Какие ощущения, Таня, у тебя возникли? Ощущения чего? Ощущения спокойствия. Спокойствия, да, радости. Давай, молодец. Помимо цветового круга, в комнате для релаксации есть много необычных элементов. Взять, к примеру, водные колбы с рыбками. Их рекомендуют держать, чтобы ощутить микровибрации. Оборудование необходимо для того, чтобы активизировать работу мозга через стимуляцию базовых чувств, зрения, слуха, осязания. По словам специалистов, в этих условиях прекрасно развивается регулирование процессов возбуждения и торможения. Один из любимых объектов в сенсорной комнате – это стол для рисования песком. Все ощущения выкладываются на песочки. Вот эти мелкие крупицы развивают даже моторику. Вот у нас... Что это у нас получилось? Солнышко. Солнышко получается. Видите, как здорово. У них, значит, приподнят настроение, они могут заниматься дальше. Любимая комната для опекаемых приходит сюда, как в сказочный мир попадает. И вот рисует, пескотерапией занимаемся, занимаемся цветотерапией. По ленточкам определяем, какое настроение у наших подопечных. Со стороны психолога какую работу ведете? Для новпоступивших, например, у нас период адаптации проходит тяжело. Все равно же отрыв от дома, с других интернатов, например, привозим. В период адаптации, чтобы спокойно прошел, мы как бы вот здесь их корректируем, расслабляем, снятию стресса способствует вообще любые вот тут упражнения, коррекцию для них, индивидуальный план разрабатываем, беседуем с ними именно в этой комнате, располагающая комната в беседе. В соседнем корпусе проживает более 150 подопечных интерната. Здесь функционирует комната социально-трудовой реабилитации. Небольшими группами люди с ограниченными возможностями занимаются разными видами деятельности. Организована кружковая работа, их учреждений более десяти. Получатели социальных услуг творческие, создают кукольный театр, рисуют и играют на музыкальных инструментах. Здесь получатели социальных услуг с удовольствием приходят заниматься, проводится индивидуальная работа, подгрупповая. Данные мероприятия, безусловно, способствуют улучшению здоровья, самочувствия, удовлетворяют потребность в общении, расширяют кругозор. Ну вот сейчас вы видите, они с удовольствием занимаются театрализованной деятельностью, вязанием. Все получатели социальных услуг с удовольствием посещают. Такие кабинеты, они есть в каждом корпусе. Это очень эффективно. У получателей социальных услуг наступает эмоциональная разрядка, повышается социальная активность и улучшается самочувствие. Художественно-эстетическую реабилитацию своих подопечных специалисты интерната доверяют сотрудникам районного историко-краеведческого музея. В этот раз они организовали для них передвижную выставку картин. Сюжеты посвящены библейским историям Нового Завета. С 3 января в музее у нас начала экспонироваться выставка копий картин знаменитых художников эпохи Возрождения. Это Паула Веронеза и Якоба Тинторетта. 30 копий работ выдающихся художников предоставлены нашему музею уфимским филиалом Общества духовного и культурного наследия. Выставку у нас посетили уже отдыхающие санатории и учащиеся Николы Березовской школы. А сегодня мы предлагаем посмотреть ее подопечным психоневрологического интерната. Эта экспозиция дает зрителям уникальную возможность увидеть наиболее важные шедевры мастеров, оригиналы которых хранятся в собраниях главных музеев Италии и России. Мы считаем необходимым сотрудничать с людьми с инвалидностью, привлекать их к различным видам деятельности, приглашать в качестве зрителей и участников на различные мероприятия. Нужно отметить, что районный историко-краеведческий музей с энтузиазмом готовит мероприятия для людей с ограниченными возможностями здоровья, при этом учитывая их особенности. Учреждением разработана и внедряется специальная инклюзивная программа, в которую активно увлекаются подопечные психоневрологического интерната «Раздоле». С музеем Краснокамского района мы очень находимся в тесном сотрудничестве. Наши получатели социальных услуг неоднократно посещали сам музей. Музей выезжал к нам с выездными выставками на базу нашего интерната. Такие выставки улучшают психоэмоциональное состояние наших получателей социальных услуг, расширяют их кругозор, мировоззрение, прививают любовь в прекрасную, я так думаю. Поэтому всем сотрудникам музея хотелось бы выразить огромную благодарность и пожелать в дальнейшем сотрудничать с нами. Я думаю, мы продолжим эту работу. Продолжение следует...